ДНР ДНР Только тем, кто переселяется в мирные города, не нужен пропуск на пересечении линии фронта. А тех, у кого есть документ, проверяют пограничники. Занос ему данные транспортного засоба. В ноутбуке военных, фамилии фигурантов, уголовных дел МВД и СБУ. База данных обновляется каждые сутки. Если особу необходимо затримать, то мы затримаем, а дальше она не попадает. Сегодня здесь задержали двоих граждан России с просроченными паспортами. Думаю, сюда ехать что хочет. То есть и разведка, и корректировщики, которые корректируют огонь по нашей позиции. Украинские военные говорят, что захваченную территорию сейчас покидает много молодых мужчин. Возможно, из-за мобилизации, объявленной лидером боевиков Захарченко. Анатолий служить в армии, так называемой ДНР, не хочет. Но покинуть захваченное село не может. Денег нет. Поэтому оформляет пропуск. Просто так получилось, что здесь работаем, там живем. Ну, если приехать в Мариуполь, вот, снять квартиру, допустим. Ну, так. А зарплата нас не позволяет. Родственников нет в Мариуполе. Павел Ефимович приехал на блокпост специально, чтобы оформить пропуск. В Мариуполе пенсионер-инвалид не смог выстоять очередь. За границей. Село Сапорожец. А зачем вам этот пропуск? Вы куда будете? Ну, на Мариуполь, в принципе, получать. Его село находится под контролем боевиков. И пенсионер признается, что жить там опасно. Однако уезжать не хочет. Там его дом. И там он будет ждать мира. Из Донецкой области Надежда Волобоева, Валерия Рябченко и Игорь Кимчук. События. Канал Украина.